Театр в Великом княжестве Литовском синтетическое искусство 14-18 веков, сочетающее в своих произведениях выразительные средства драматургии, актерской игры, режиссуры, живописи, музыки и стоки театра. Начало театрального искусства Великого княжества Литовского лежит в Народном театре с его обрядовыми песнями и танцами, где присутствовали элементы игрового действия и театрального перевоплощения. Элементы театрализованного действия имеются во многих календарных и семейно-бытовых обрядах. Обряды свадьбы были свойственны драматическое действие, песни, диалоги, танцы, особенно насыщенные элементами театрализации свадебный обряд и коляды, во время которого разыгрывали целое представление. Первыми актерами были скоморохи, выступления которых, насыщенные народными песнями, танцами, пословицами и поговорками, шутками, всяческими трюками, становились событием любого праздника. Позже, в 17-18 веках искусство скоморохов преобразовалось в балаганы искусства кукольных театров «Вертепы». На фресках Софийского собора в Киеве есть изображение скоморохов. Иногда скоморохи ходили с медведями. Известны школы дрессировки медведей в окрестностях Гродно, Несвежа, Минска, Вракове, Наполесье. И наиболее крупная из них – Сморгонская медвежья академия, существовавшая в 17-18 веках. В Семежеве близко пыля существовала школа веревочных прыгунов. Театральное народное искусство отличалось свободной импровизацией, легкостью перехода от серьезного к смешному. Это и явилась основой искусства бродячих актеров. Со временем в их представлениях появились сюжетные драматические и комические сценки «Интермеди», затем «Народная драма». Батлейка – народный кукольный театр Батлейка появился в 16 веке. Театр этого типа имел в разных местах княжества названия «Ясилка», «Батляемка», «Остлейка», «Жлоб», «Вертеп». Украинский вертеп известен с 17 века. Польский театр с подвижными фигурками «Шопка» с 15 века. Для показов Батлейки из дерева делали коробки разных размеров, обычно в виде домика или церкви с горизонтальными перегородками. Каждая сцена ярус имела прорези для вождения кукол. Сцена отделывалась тканью, бумагой, геометрическими фигурами из тоненьких палочек и напоминала балкон, на котором происходило действие. На заднике сцен рисовались иконы, звезды, кресты, окна, кукольные композиции на библейский сюжет ИПР. Коробки, похожие на церковь, делалась куполу. Подобная крыша с крестом, коробка закрывалась дверцами. Необходимость в многоярусном строении коробок отпала тогда, когда показы Батлейки приобрели светский характер. Куклы-персонажи делались из дерева, цветной бумаги, ткани, волосы, брови, усы и слина или овчины. Куклы крепились на деревянный или металлический стержень, при помощи которого батлеечник водил их по прорезям в ярусе сцене. Известна также батлейка с куклами-марионетками на нитях с верхним принципом вождения перчаточной куклы. Показы сопровождались музыкой, сцены и куклы освещались свечами. Батлеечник находился за коробкой, оттуда водил куклы, говорил текст, подделывая голос персонажа. Часто он был не только единственным исполнителем, но и драматургом, художником, режиссером, музыкантом и норо-своеобразным конферанцией. Некоторые батлейки были устроены по принципу теневого театра и с меняющимися прозрачными декорациями. Сначала представления были связаны с праздником коляды, когда школяры ходили с батлейкой по местечкам и деревням. Позже сцены, связанные с колядами, постепенно прекратились. Репертуар батлейки со временем пополнился фольклорно-бытовым материалом, необычными сюжетами, количеством персонажей. Складывался репертуар обычно из двух частей – канонической и светской. Канонический сюжет разыгрывался на верхнем, светский на нижнем ярусе сцене. Наибольшей популярностью пользовался светский репертуар с комическими сценами, народными песнями и танцами. В репертуаре батлейки наряду с народными драмами «Царь Ирод» и «Царь Максимилиан» появились «Интермидии», «Мать и доктор», «Антон» с «Козой» и «Антониха», «Вольский», «Купец» польский, «Берга», «Корчмарь», «Цыган» и «Цыганка», «Ванька», «Малый», «Панич» и другие. Многие сцены имели астросатирический характер, в них высмеивались такие социальные типы, как «Доктор Шарлатан», «Франц Шляхтич», «Корчмарь». Профессиональные театры. В 1740-1791 годах в Несвижи действовал крепостной театр князей Радзивилла. В 1746 года театр управлялся княгиней Франциской Урсулой Радзивилла и действовал как любительский. В спектаклях наряду с крепостными участвовали члены княжеской семьи «Шляхта», кадеты Несвижского корпуса, наемные актеры. Представления в сопровождении Несвижской капеллы Радзивиллов проходили в замке «Камейднинхаус», предместе Несвижа Альби под открытым небом в зеленом театре и в несохранившемся до наших дней дворце консоляция. Спектакли ставились на польском, итальянском, немецком и французском языках. В репертуаре театра были произведения, написанные самой Франциской Радзивилл, комедии «Остроумная любовь», «Утешение в хлопотах», «Золото в огне», «Ультвачах», «Рождается любовь», «Негодяй в селках» и «Судья», «Лишенный разума», «Любовь», «Великолепная мастерица», «Драмы», «Плод божественного проведения» и «Любовь», «Заинтересованные», «Судья», «Трагедии», «Судья», «Лишенный рассудка» и «Игра фортуны», «Оперы», «Слепая любовь», «Унедумает о конце», «Ульт», «Счастливое несч Переведенные и переделанные ей пьесы», «Мольера», «Смешные жеманницы» под названием «Увиденное не проходит» и «Лекарь по неволе», а также балеты «Пантомимы» С 1746 года режиссером театра Радзивиллов был Япе Фричинский, балетмейстером Шрютер и Л. Матье, капельмейстерами были Ян Тентилович и Е. Баканович В 1753-1762 князь Михал Казимир Радзивилл «Рыбонька» придал театру профессиональный характер, пополнил крепостную труппу актерами, создал театральную и балетную школы и оркестры народных инструментов, роговой и военной В репертуаре театра были произведения Франциски Радзивилл, комедии «Мольера», Вольтера С. Матильского, В. Ржевузского, итальянские и немецкие комические оперы и балеты Театр выезжал в Слуцк, Белую, Желкву, Алыку В 1755 году работал в здании нового театра При князе Карли Станиславе Радзивилле и Пане Коханку В составе театра были труппы драматических актеров, группа итальянских певцов и балет В репертуаре были балеты о Путине, оперы даже поези Элла, Яголанда, Каглюка и другие В Несвижском театре Радзивиллов использовались несколько типов декораций В 1785 году была открыта драматическая школа для крепостных под руководством М. Верна Раес Загжевского А с 1786 года театр работал нерегулярно Слуцкий театр принадлежал Г. Ф. Радзивиллу Здесь ставились оперы, балеты Балетная труппа состояла из 80-летних детей слуцких мещан, подготовленных в слуцкой балетной школе Которой руководили о Путине и Элл. Дюпре после смерти Радзивилла в мае 1760 года Школу перевели в Несвиж Сопровождала спектакль и музыкальная капелла высокой квалификации из немцев, австрийцев и чехов В массовых сценах участвовали солдаты из луцкого гарнизона Согласно инвентарю 1765 года деревянное здание театра находилось в центре старого города На главном фасаде имелась галерея с раскрашенной балюстрадой Стены зрительного зала были убраны зеркалами Сками портера обтянутой красным и голубым сукном освещали зал 9 больших люстр Гродненский крестьянский балет и слонимские танцоры В количестве 60 человек стали базой для основания Варшавского придворного балета В 1787 году в Минске был создан комедийный театр Здесь большую оперно-драматическую труппу организовал М. Кожинский В Минске работали польские труппы Яхил Миковского, Каскибинского, В. Дроздовского Спектакли проходили в помещениях Зала Ляховского и Дворянского собрания В 1844-1851 годах в здании Ратуши В Гродно в 1780-е годы существовали частное театральное здание Гродненская театральная школа Тизенгауза В 18 веке в Слуцке устраивались представления театра марионеток Значительным центром театральной и музыкальной жизни был театр, созданный в Слониме Михаилом Казимиром Могинским В его дворце существовал концертный зал, который не уступал знаменитому Мангеймскому Кроме того, действовал плавательный театр, перемещавшийся по каналу Ирике Шаре В 1780 году было построено специальное помещение для театра При нем существовала школа, тут работали инструментальный оркестр, оперный ансамбль Михаил Казимирогинский сам был одаренным человеком, написал несколько опер на собственные либретто Слонимский театр выезжал на гастроли в Варшаву, имел несколько трупп, в том числе балет и драматический коллектив Слонимский оркестр был одним из самых больших в Европе того времени Театр имел грандиозные декорации, созданные художниками же Мараной, Штробелем и Рейером Катасельским, а также театральным машинистом Яном Боем Шкловский театр графа Семена Зарича состоял из крепостных певцов, танцовщиков, драматических актеров и музыкантов Представления проходили в специальном театральном здании и в залах при оранжерии Сцена была приспособлена для перемены 70 декораций В репертуаре аллегорические балеты с хорами, мифологические пантомимы, комедии и трагедии, комические оперы С 1781 года хормейстером был П. Петух В 1781-1783 годах здесь работал режиссер и композитор Т.А.Г.Д. Салмаран Высоким мастерством отличались крепостные артисты балета, обученные в специальной школе Группа солистов в 1800 году была передана в балетную труппу Петербургских императорских театров В усадьбах магнатов, тушкевичей, свислочей и плещеницах существовали любительские театральные труппы Но выступали преже профессиональные актеры Театры имели хорошее техническое оборудование Несколько комплектов декораций В своем имении в ружанах Казимир Лев Сапега создал капеллу, насчитывавшую 40 музыкантов при бубнах и трубах Среди которых были не только исполнители из Италии и Польши, но и местные крепостные Некоторых из них Сапега отправлял учиться в Италию После его смерти все музыканты по завещанию князя получили вольную Первые профессиональные актерские труппы возникли в Приднепровье в конце XVIII века В придворном театре Кирилла Разумовского под руководством Г. Теплава Ставились комедии и комические оперы на французском, итальянском и русском языках Непосредственно здания театров появились в Великом княжестве Литовском в середине XVIII века В Несвижи, Слоями, Слуцке, Школу в Гродно, Могилеве и были частью дворцовых комплексов Школьный театр В XVI-XVIII веках в православных академиях и братских школах и иезуитских, базилианских, пиарских и доминиканских коллегиумах и школах Широко был представлен так называемый школьный театр, показывавший интермедии драмы на библейские, а поздние и на исторические и бытовые сюжеты Первое упоминание о школьном театре мы встречаем у Ивана Вишенского, который упрекал братчиков в том, что они мало молятся, а только комедии строят и играют Показ школьного театра велся на на латинском, польском и западно-русском языках В сценках использовались приемы сюжета батлейки и народных игрищ Сюжеты для школьных драм сначала брали из Библии, они носили дидактическо-назидательный характер Позже стали преобладать исторические и бытовые темы Влияние на развитие школьного театра оказало творчество писателя Симона Будного Авторы пьес, комедия-притчи о блудном сыне и о навходоносоре царе, пользовались популярностью драма Георгия Канисского «Воскресение мертвых» и комедия Камарашевского Известны постановки «Святой Ксаверия» и «Антоний Поддевский» в 1750 году в Бресте, где были использованы объемные декорации, в том числе башни Подвижные объемные фигуры рыб, раскрашенные музы, которые поднимались на шнурах Актерами были ученики, которых обучали сценическому искусству учителя риторики Школьный театр имел свою разработанную поэтику с канонизированными средствами сценического движения, манерой исполнения, гримом и оформлением сценической площадки Сцена освещалась рампой и имела рисованные задненько-объемные декорации в виде поворотных призм для сценических эффектов Особенно часто спектакли проходили в учебных заведениях иезуитов, где школьному театру придавали особое значение как методу воспитания Практически со времени открытия Полоцкого иезуитского коллегиума при нем действовал школьный театр, который широко использовался иезуитами для миссионерской и просветительской деятельности В репертуаре Полоцкого школьного театра были пьесы на французском, итальянском и латинском языках, в иезуитских коллегиумах и академиях, братских школах в Вильне, Минске, Могилеве, Гродно, Витебске, Несвижей и Бресте также стали давать представления Популярные спектакли были и в протестантских школах, где школьная драма рассматривалась как элемент образовательной системы Спектакли чаще всего ставились в церковные праздники Рождества Христова, Пасхи и другие эти представления назывались мистериями Представления мистерии, в основе сюжета которых лежали чудеса какого-либо святого, назывались миракли А пьесы с аллегорическими существами получили название и морали, спектакли игрались в братской церкви при сечении горожан Пьес школьного театра сохранилось мало Это объясняется тем, что каждый раз ставилась новая пьеса, зачастую написанная учителем братской школы или даже учеником А к старым пьесам не возвращались Например, до нас дошла мистерия автора толкового словаря, лексикона славяно-росского Памва Беринды на Рождество Христа Бога и Спаса нашего Верши для утехи Православным христианам Эта декламация представляет собой евангельский рассказ о рождении Иисуса Христа по выражению автора На утеху православным христианам После поэтического посвящения епископу следует пролог, произносимый первым юношей с призывом радостно встречать Рождество Далее юноши рассказывают евангельский сюжет, разыгрывают диалоги семь учеников Кроме декламации следует и сценическое действие Один из учеников спрашивает, есть ли ту кто с пастухов, нехся отзывает Пастухи как свидетели Рождества Христа рассказывают о таемнице, свидетелями которой они очень он осмотрели и так далее Памва Беринда не ограничивается поэтическим пересказом евангельского сюжета, он старается его оживить Так, после поклонения пастухов Христу, показывается дальнейшая жизнь пастухов, возвращающихся к своим стадам и их радость передается всему живому Пастухи слагают и поют хвалебные радостные песни и все вокруг радуются вместе с ними Заканчивается мистерией эпилогом, тоже в стихах